200 рублей до получки не будет не ты как попал я дружелюбный так ладно серьезный обзор настроились я все-таки человек пожилой серьезный застал еще вот это времен палеолита на дэнди хотя в то время уже было вот это но денег блин не было playstation эти покупать на заводе зарплата было три болта но я все равно играл в салонах за 5 рублей чтобы посмотреть на этот ультра реалистичный графон это чё за хуйня когда я был мелким меня все устраивало я даже находил черную кошку красивой несмотря на то что слушай black cat что происходит ну да хрен с ним с этим доисторическим говном что там у нас вышло на медни человек паук 2 первую часть и я честно прошел но в чем там замес с моим маразмом вспомнить сложно помню доктор тентакли был и всю игру мы как ультрафеминистки боролись с негативом ну то есть и дали ему пизды значит в новой игре у нас расклад такой есть как обычно питер паркер и к нему подходит мега майлс моралес и теперь у нас получается два паука пепсикольный и загорелый второго я знаю только по мультикам и вот биба и боба летят навстречу приключениям отдавать люлей песочному и это просто отвал башки масштабы динамика все рушится крутится вертится пауки летают песочный рушит здание тактика двое на одного дает свои плоды и песчаный отправляется на нары но он весь город песком зафоршмачил поэтому паукам приходится это все разгребать и помогать местным жителям надо глянуть как там пассажир с пассажиром все в порядке ну и вот собственно начинается игра тут все как и раньше летай по городу в прямом смысле выполняй задание зачищай аванпосты ищи тайники помогай городским жителям я вот например сразу помог одному малолетнему романтику пригласить на школьный бал его друга но что сказать игра прогрессивная инклюзивный совет директоров но вообще такое ощущение что пауков горожане просто пользуют то сделай это принеси а между прочим у них самих забот хватает у питера долгов на полмиллиона собственно как и у меня поэтому хочу вам кое-что посоветовать dragon hair silent gods это стратегическая rpg с открытым миром на западную фэнтезийную тематику которая органично интегрирует классический западный игровой процесс вдохновленные dnd с более чем 10 миллионами загрузками по всему миру dragon hair silent gods представят культовых персонажей dnd дзирта дуорона и эрту в игре 17 ноября а также предложат других культовых персонажей dnd в будущих сезонных выпусках контента во время этого сотрудничества у дзирта и его черной пантеры гавинивар будет независимая завершенная сюжетная линия играй где угодно на windows mac epic steam айос или android ведь dragon hair silent gods включает в себя игровых персонажей и механику которые знают и любят поклонники dnd по всему миру а именно непредсказуемое удовольствие проверка бросков костей создания уникальных персонажей и тактические сражения на основе сетки и многое другое присоединяйся к легендам dnd в dragon hair silent gods по ссылке в описании и скорее скачивай игру так вот у питера полмиллиона долгов его с работы уволили и друг при смерти а майлс моралес сочинение не может написать серьезно и это все его проблемы ну ладно но зато в этот раз злодей брутальный мужчина просто два галлона тестостерона в перемешку с волгоградской водкой одним словом сергей кровинов просто играючи разбирает всех оппонентов он прямо как ханма юдзера ищет по всему миру сильнейшего чтобы дать ему пизды я если честно не помню из мультиков чтобы он настолько сильным был по-моему это просто был дикий мужик с бодуна в смешных шмотках но тут он просто машина но даже он не дотягивает до брутальности мэри джейн это просто рэмбо попала стрела не боится никого ваншотает абсолютно всех хотя пауки отхватывают по полной я лично на нормале отлетал только так вырубить обычного бугая надо ударов 15 но сильная женщина выносит с одного хотя 15 это я даже погорячился я вот тут бью врага в углу просто бесконечно хотя погодите она тоже женщина все ясно мне не победить кстати в игре как будто стало больше жестокости есть кровавые сцены некоторые даже умирают в основном жесть связано со вторым злодеем симбионтом однако он меня устрашал не поэтому кстати когда питер получил способности и костюм симбионта получается что теперь оба человека паука черные не ну костюм вообще прикольный он типа дает сил но у меня вопрос к питеру как это так супер героя который одной рукой поднимает глыбы останавливает на ходу поезда придавила блять холодильником петруха ты чё симулянт ты же ученый биолог с получим чутьем как ты блять закрылся от инвалидом супер важной колбой ты чё дурак блять а вот к чему у меня претензий нет так это к постановочным сценам это отвал башки реально это по моему покруче всех фильмов про паука экшен ну просто слов нет как круто город хоть и по факту декорация но все равно прекрасен а в этой части его еще и улучшили добавили всяких деталей миссии на велике опять же прикольные головоломки всякие разбросаны они так-то легкие только конченый даун их бы не решил однако я так долго над одной сидел что игра предложила скипнуть ну я и скипнул да я гений теперь в окнах больше убранства разнообразие интерьеров даже интересно поразглядывать ой я походу попал в зазеркали в итоге в игре получается аж 5 играбельных персонажей питер майлз мэри джейн веном и кубик его и открыл случайно но это определенно тот герой который нужен городу как вы поняли в игре есть проблемы с багами особенно на релизе мне вот очень понравились стелс миссии где мимо охранника мышь не проскочит где же ты в домике посмотрите ну а если отбросить баги и инклюзивный совет директоров игра то отличная я хотел конечно побольше боссов а то даже в этой игре их было раза в два больше однако это все равно лучшее что выходило про паука может даже возьмет игру года хотя там скорее будет голуб ну а у меня на сегодня все подписывайтесь на канал мою телегу ставьте лайки и до новых встреч удачи а а